Что нам здесь нужно? Нам нужен автосалон, это мотосалон, плыдкарина, который находится 4 километра, поехали. Вот, и короче говоря, я попытался словить банк, но этого, к сожалению, сделать особо не получилось. Так, мы тут развернемся и вот так вот еще сделаем. Офигенная машина, всего лишь за одну тысячу. Блин, я надеюсь, что меня хорошо слышно, потому что у Макса, у Фрэша, короче, у моего коллеги, по цеху, так сказать, у него недавно, короче, был ролик. Ух, ни хуй, я себе, блядь. У него, короче, был ролик недавно, где он это самое, ну, хай-секи, короче, были в плане микрофона, и у нас с ним абсолютно одинаковые микрофоны, и у меня он тоже может залагать. Я надеюсь, что такого, конечно же, не будет. Итак, ну что же, мы уже почти что подъехали там, тудым-сюдым. У меня, кстати, что-то с эпидометром, у меня даже ничего не поменялось в плане этого самого. Ну ладно, в целом это нормальная история. Так, ладно, мы сейчас ждем типульку, и он мне должен продать вот эту вот, короче, жесткую тему. Так что, давай будем потихонечку ждать. Так, двигатель я выключу. Блин, мне что, у Хаки, короче, не нравится? У нее всегда отваливается этот самый капот. Типа, это не очень. Ну ладно, что поделаешь, как говорится. Обратно владельцу бизнеса. Это очень важная история. Ну и, конечно же, я об этом еще не говорю, но я играю в матришку ролеплей на сервачке номер 5, если что. Если ты тоже хочешь здесь поиграть, все, что тебе нужно, то это в закрепе есть ссылочка, ты на нее нажимаешь, и в зависимости от какого-то телефона тебя перекидывает сразу же на скачку, короче. Так, вот он, собственно говоря. Братан, здорово, туда-сюда. Это мой голос, я не фейк. Там вот, так что нормально, это все будет. Что, let's go, тогда провернем. Так, так, по цене 5 миллионов 555 тысяч 123. Ну ладно, let's go, как бы возьмем, купим и сразу же глянем. Все, бро, я купил. Давай, я тоже сделаю 0,60, там, туда-сюда. Пам-пам-пам, все дела. Так, сейчас я посмотрю, сейчас я посмотрю сразу же, что это за вот это. Что, что за бизнес? Понял? Так, ладно, ехала. Имущество, бизнес. Вот, у Солун, Шумахер. Так, госстоимость у него 5 миллионов. То есть, правилам получается, а проекта нельзя продавать меньше, чем госстоимость. Что касаемо остальных моментов, это улучшение бизнеса. Здесь мы видим, что есть всякие пониженные налогообложения и прочее. В целом, все так же, как у фаркамата. То есть, ну, в целом, как будто бы можно особо не это самое, как это называется, особо не прокачивать. По той причине, что, ну, я думаю, что ты и сам в целом понимаешь. Плата за вход 5 тысяч и, соответственно, стартовая финка 403 тысячи. И мы, соответственно, будем потихонечку сотреть. Как ты видишь, пока что финансовой статистики нет, поэтому через... Так, Альфреда, получается, через 7 дней, то есть, 12-го приблизительно ноября, мы с тобой встречаемся на этом же самом месте в более адекватное время, не утром желательно, да? Вот, и я тебе отдаю обратно вот этот, вот, короче, обязак за что-то там 5 там с лишним, короче, мульонов просто и все. Хочу воспользоваться моментом, передать привет где-то Мэмори и Алекса Мэмори. Ну, я как бы передаю тоже привет, конечно же, вот. Вот, так что подписочники, через неделю я сюда опять вернусь и туда-сюда будем делать. Итак, ну что же, я надеюсь, что я уже поприветствовался и так далее. И сейчас я тебе расскажу про боту салон, который я, получается, собрал за 400... Подожди, за 5 миллионов 555 тысячи, 1, 2, 3, по-моему, да? Что-то в этом было промежутки. И первоначально на бизнесе, получается, 6 или 7 дней назад примерно было 400 тысяч. И сейчас я тебе покажу. Во-первых, он находится, собственно говоря, вот здесь, вот непосредственно. А на карте, если глядеть, то находится он, короче, вот здесь. Ну, я думаю, что ты все это прекрасно видишь. Это Лыткарина, конечно же, великолепнейшая вот эта вот 10 из 10. Итак, ну что же, гоу, посмотрим, что у нас тут и как по финансовой статистике. Уж очень сильно интересно, как говорится. Так, бизнес непосредственно и мотосалон Шумахер. Итак, ну что же, мы видим, что баланс предприятия 2 миллиона 355 тысяч 710 рублей. То есть, получается, за то время, что я был его владельцем непосредственно, получается, что этот бизнес уже сумел заработать, ну, практически 2 миллиона. А если быть более конкретным, то 1 миллион и 900, сколько там, 60 тысяч рублей. Это очень даже неплохо, учитывая, что я его ни разу не пополнял. И за аренду я не оплачивал, как бы тоже, и ничего из этого не делал. И деньги, конечно же, я отсюда тоже не снимал. Итак, ну что же, глянем на финансовую статистику непосредственно. То есть, я его купил в числа где-то 5-го. И вот мы сейчас в целом видим, что уже 7 дней прошло. И в самый первый день этот бизнес сработал 287 тысяч. Неплохо в целом, да? 270, 280. Дальше 8-го числа он чуть-чуть вот просел в плане финки. То есть, это уже 141 706 рублей. И также 9-го числа уже 425 тысяч. Это очень даже внушительно. И далее 389 тысяч уже 10-го числа. И 11-го, 11-го, вот в этот прекраснейший день, когда я записываю этот ролик, 19 875 рублей, собственно говоря. И меня там кто-то пытается давить и так далее. Соответственно, вот такая вот здесь финночка. Что касаемо всего остального. Let's go еще парочку моментов, что называется чекнем. Итак, Мотосалон Шумахер. Мы видим, что ценник за выход все это время тут был порядка 5000 рублей. Очень даже приличный ценник на самом деле. Ну, ничего, как говорится, страшно. Очень даже хорошо. Ну, типа, это один из способов заработка получается на самом бизнесе. Итак, ну что же, глянем чуть-чуть дальше. Баланс предприятия мы в целом, я тебе это уже показывал. Что здесь можно в целом поменять? Ну, понятное дело, что можно цену на вход поменять, но на оценку и стоимость продукта ты здесь никак не поменяешь. Увы. Также можно заказать продукты. Это понятное дело. Противопожарная сигнализация. Финансовую статистику мы уже глянули. А вот что касаемо улучшения. Как мы с тобой видим? Допытные продукты, чтобы их было 3000, это стоит 50 тысяч рублей. Ну, а дальше уже медицинское обслуживание. Пониженное налогообложение. Звуковые эффекты при входе. Допс-код для продуктов. И рекламная кампания. Я, если честно, так и не понял, за что отвечает рекламная кампания. Но, тем не менее, в целом окей. Как бы, почему бы и да, что называется. Итак, мне очень интересно, где у нас находится Альфредо. Дело в том, что я с ним уже списался. И как будто бы он еще пока что мне не ответил. То есть, ты в целом можешь видеть дату сообщения в 20-34. А сейчас 20-39. И он пока что ничего не увидел. Ну, ладно, скоро мы это все дело провернем. Ну, для тебя это будет, ну, типа, вот так. И а-ля следующий кадр. Ну, что же, я наконец-таки еду обратно на место встречи. Непосредственно мы с Альфредо списались. Вот, и я сейчас еду отдавать ему безак. Вот. То есть, там был ценник что-то 5-5-5-5. Что-то там 1-2-3, по-моему. Что-то в этом промежутке быть может чуть-чуть поменьше. Там или побольше, я сейчас не знаю. Но, тем не менее, сейчас мы это все дело узнаем, как говорится, уже на месте. Вот. Да и в конце концов, ну, как бы, я ему отдам, получается, по тому же ценнику, по которому он был до этого. Ух, блядь. Чуть теперь кочеврюжился жестко очень. Так, ну все. Вот он. Альфредо уже тут, а. Это очень даже все хорошечно. Так. Сейчас я двигло вот это вот туда-сюда. Отсюда уже можно выйти в целом. Сяу. Доро, доро. Так, и сейчас я ему, получается, предложу сел. Так, подожди. Сел Майбис, да? Сел Майбис 729. Так, вроде бы все правильно. Мото Салон Шумахер. Укажите стоимость 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3. Вроде бы было примерно вот таким вот образом. Чпонькс и, соответственно, пускай он покупает обратно свой безак. И все прекрасно. Вот. И мне еще было что-то там возвращено. Сяп. Так, все, Альфредо, большое спасибо. Обзор на бизнес, на твой хороший замутил, туда-сюда сделал. Все, давай, удачи тебе, если что там во всех начинаниях, продолжениях, там туда-сюда. Вот, что касаемо меня, я еще пока что не знаю, какой бизнес будет следующим. Но, в целом, уже скоро, я думаю, все будет понятно. Но ты обо всем узнаешь, или же на следующей неделе, или же чутка попозже. Смотри, там лупа какая-то. Что за лупа этого? Это что вообще такое? Это что вообще такое? Это что за лупа? Взаимодействие с артефактом. Тут даже еще что-то делать, получается, можно. Нормально вообще? А я даже не узнал. Разгадал. Цегатку плюс вайбик. Ну, еще и получу халявные звезды. Это вообще супер. Ладно, с тобой был, как обычно, Паша Клэнс, это была матерочка роли плей, сервачок номер 5. Если ты тоже хочешь поиграть, то есть ссылочка в Сакрипе, для твоего удобства, получается, она была сделана. С любого телефона ты переходишь, и тебя сразу же перекидывает на страничку с скачиванием игры. Или, если она у тебя уже скачена, то, ну, ваунчер, короче, да, как бы. Вот, и ты также можешь еще клеймани промокод ввести, который тебе даст верты. Через 2 часа отыгровки Experience, по-моему, еще, и временную машину. Я могу ошибаться в призах, но ты это можешь проверить. В любом случае, это халява. Все, огромное тебе спасибо за просмотр. Увидимся с тобой уже совсем-совсем скоро. Все, всех 9 получается.